Волоты По поверьям древних славян, волоты – великаны, когда-то обитавшие на земле. Есть мнение, что эти существа вымерли еще до появления людей. Однако чаще говорится, что волоты когда-то делили с ними землю. Только жили они, как правило, отдельно. Им приписывают разную внешность. Где-то они – прекрасные, величественные создания. Где-то не отличные от обычных людей. Но есть источники, что описывают этих великанов как человекообразных созданий, покрытых шерстью, с рогами на голове и копытами на ногах. Об их происхождении существует много легенд. Одна из них – о том, что это малочисленная раса, порожденная самим богом Велесом. Другая – что являются они детьми бога Дыя. Одним из Дыевичей даже упомянут бог границ Чурила. Кой также был величественного роста и обладал столь прекрасной внешностью, что даже покорил сердце самой богини Лады – супруги Сварога. Есть мнение, что муж ее узнал об этом и стал враждовать с Дыем. А обычная вражда впоследствии привела к битве Сварожичей и Дыичей, где Сварожича одержали вверх. И Дыичи, те самые волоты, изгнаны были с праве в Явь, где надолго остались. Самое интересное в том, что именно этих существ, какой бы облик им не приписывали, по версии некоторых источников, изучающих славянские корни, считали прародителями славян. Куда они исчезли в дальнейшем, также существует несколько мнений. По одним источникам их уничтожили боги за их гордыню и непокорность. По другим – они сами ушли под землю или мир-навь, вытесненные человеческим родом. А по третьим – что просто-напросто они обмельчали и связались с обычными людьми. В любом случае, о существовании народов огромного роста, когда-то населяющих нашу планету, мало того, что известно в большинстве научных кругах, но и упомянуто даже в самой Библии. Что, мол, в то время были на земле исполины, особенно же с того времени, когда сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим, и они стали рожать им. Это сильные, издавна славные люди. При мудрости силы волотов так же часто упоминаются, как их отличительная черта, особенно же в сравнении с людьми. По преданиям, волоты жили дольше, хотя и были смертны, с той лишь разницей, что убить их было сложнее, чем человека, из-за их величины. Жили эти существа, по многим упоминаниям, семьями, и считалось, что их общество, если не больше склонно к матриархату, то хотя бы к равноправию, так как женщины их ни в чем не уступали по силе мужчинам, а иногда и превосходили тех в момент ярости. Как я и говорила, славяне считали себя потомками волотов. Отголоски той наследственности, как силы и рост, они видели в рождении у них богатырей. Есть, правда, еще одно из непопулярных мнений, откуда взялись великаны на нашей земле и куда исчезли. Мол, гулял спас по морю и увидел в водяном столбе прекрасного великана. Он вытащил его оттуда и поставил во главе своих ангелов, но великан возгордился и настроил множество ангелов против бога. Заявил он, что нет ничего такого в том, чтобы создавать людей. Стал он с другими ангелами трудиться над сотворением человека, но получались у них лишь насекомые да змеи. От непосильного труда лица ангелов и великана почернели, исказились. Бог прогневался и изгнал их от себя. Понятно, что это далеко не все мнения о том, откуда взялись и куда делись огромные создания, титаны, великаны, волоты. Я лишь упомянула часть, что ближе всего к нам. Предлагаю вам побольше изучать, читать и интересоваться. Ведь мир предков так прекрасен, как и в общем этот мир.